Здарова! Это обзор Atmopork, я Трэш, и сегодня мы узнаем, что же интересного нас ждет на платформе Android. Компании Konami и Tencent опубликовали первый геймплейный трейлер современной версии знаменитого платформера Contra под названием Contra Mobile. Точной даты разработчики пока не оглашают. Новая Contra будет интересна не только олдскульным поклонникам, но и подрастающему поколению геймеров. Все тот же динамический геймплей и безумный дизайн уровней будет приправлен не только новой графикой, но и дополнительными боссами, локациями и бонусами. Contra Mobile предлагает PvP-сражения один на один, кооперативный мультиплеер четырех играбельных персонажей и пятого экстра-героя. К третьему кварталу 2016-го планируется выход очаровательной пошаговой игры от компании Free Range Game под названием Labyrinth. Игра сочетает в себе необычный микс коллекционной карточной игры с данжен-кроллером. Выбрав героя, ты получаешь набор карт, которые ты будешь использовать для специальных атак и заклинаний. Их можно как выигрывать, так и приобретать за золото, полученное при победе. В случае проигрыша герой получает лишь очки опыта. Каждый игрок сможет создавать свой лабиринт, в котором предусмотрено пять сваток с реальным противником. Либо ты сможешь самостоятельно совершать набеги на подземелья других игроков, защищать которые они будут с помощью собственных колод. Изометрический survival horror Stasis, удачно стартовавший на PC, было решено перенести на платформу Android. Разработчики уверяют, что движок игры уже полностью перенесен на мобильное устройство. И игра увидит свет в конце 2016-го года. Выйдя из стазиса, главный герой обнаруживает, что его жена и дочь пропали, а на борту корабля творится настоящий ужас. Тебе предстоит комбинировать предметы, решать сложные головоломки и взаимодействовать с окружающим миром. Удастся ли герою найти семью и сколько он продержится, зависит только от тебя. Ведь при желании в стазис можно просто покончить с собой, прекратив кошмар навсегда. Для любителей point-and-click приключений, в третьем квартале 2016-го, компания Grimner планирует выпустить очаровательную и таинственную игру под названием Frost Run, основанную на скандинавской мифологии. Корабль потерпел крушение во время шторма, и по неволе герой оказывается на острове, неподалеку от заброшенной деревушки, покрытой тайнами. По непонятной причине, люди в спешке покинули деревню, и тебе ничего не остается, как разузнать почему. Тебе предстоит пройти темные леса, решать уйму рунических головоломок, повидать молчаливых призраков и говорящих мертвых. Отличная новость! Совсем недавно московская компания Neki показала трейлер новой части Shadow Fight. Третья часть значительно эволюционировала и приобрела не только множество новых приемов, но и теперь реализована в 3D-формате. Битва теней планирует посетить мобильные платформы осенью 2016-го. Игроков ждет не только потрясающая графика, но и увлекательный сюжет, костюмизация персонажа и возможность собрать собственный боевой стиль. На твой выбор будут предоставлены три фракции с уникальными стилями боя. К сожалению, пока есть только скриншоты игры, но уже по ним можно оценить качество проделанной работы. Тени никуда не делись. Отныне это особая способность персонажей, во время действия которой героям становится доступным невероятное количество уникальных ударов и навыков. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok